всем привет дамы и господа вы на канале поршень покинул чат я вадик стиви и сегодня у нас обзор на volkswagen tauran 1.6 турбодизель поехали и Итак, ребята, здесь у нас Volkswagen Tauran 2012 года выпуска на ручной коробке передач. На одометре 215 тысяч километров. Владелец проехал на данном аппарате 9 тысяч километров за один год. Итак, посмотрим, что же у нас под капотом. А здесь нас встречает 1.6 турбодизель. Мотор обычный, неприхотливый, углубляться мы особо не будем. Есть куча информации в интернете. Здесь, в принципе, много о нем говорить не нужно. Что владелец нем сделал за время владения автомобилем? Был поменян ГРМ при 208 тысячах. Также были поменены масла, фильтра. Масляный, топливный, воздушный и кабинный фильтры. Все это вместе с работой обошлось порядка 300 долларов. Никаких поломок побольше здесь, в принципе, не было. По моторному отсеку здесь все. Перейдем к ходовой. А к ходовой, в принципе, даже если переходить, по ходовой здесь особо ничего не делалось. Единственный косячок, который нужно сделать, это стойка стабилизаторов. На неровностях есть небольшие моменты. По кузову здесь, в принципе, все в порядке. Нержавеющий, оцинкованный. Здесь небольшие такие косячки от камешек на трассе. Арки у нас здесь все в порядке, не ржавеет. Двери. Тоже все по красоте. Ничего тут, ничего тут, в принципе, не происходит. Так что, будем плавно переходить к салону. Итак, что мы имеем в салоне? Четыре стеклоподъемника. Подогрев зеркал заднего вида. Автоматический свет. Круиз-контроль. Двухзонный климат-контроль. Радио не штатное на андроиде. Такие здесь у нас отделы, отсеки. Положить сюда можно, например, очки. Сюда какие-то документы. В принципе, по стандарту. Свет светится. Все горит. Тут еще вот такое у нас для всякого, что вам нужно спрятать. Подлокотничек. Удобненький. Тоже место здесь, в принципе, немало. Глубокий. Оно интересно ездит вправо. О, весь прямо и назад ездит. Так что, в принципе, весьма комфортно. Качество материалов. Руль очень даже приятный. Приятная кожа. Здесь мягенькие такие пластики. Тут тоже, в принципе, все. По скрипу. Ну, неплохо. Неплохо. В принципе, плотненько сидит. Немножко тут такие есть. Небольшие. Здесь могли бы немножко, конечно, тоже помягче сделать. Но в целом, в целом, в принципе, весьма неплохо. И, ну, на ощупь материалы достойные. Достойные. Ткань красивенькая. Тоже такая ребристая. Приятная на ощупь. Коврики обычные. Резиновые. Подстаканнички сюда можно положить. Вон, два кофе для пассажиров и водителя. Здесь отодвигаются. Поставили себе. Попили кофеечку и... И поехали в дорогу. Я, как высокий водитель, могу сказать, что здесь, ну, места действительно хватает. Можно сиденье вперед, назад, выше, ниже. То есть, ну, реально места для водителя хватает. Вот себе едешь, спокойно включил круиз-контроль. Едешь себе там какие-то 120 по трассе. Подлокотничек есть, вперед выдвинули. Все, едете себе как царь. Не скажу, что, конечно, сиденья суперудобные, но весьма неплохие. Переходим на запад. Итак, по заднему солому. У нас здесь, кстати, даже интереснее, чем спереди. Здесь снимаются задние сиденья. Каждое сиденье можно снять. Так, берем, поднимаем. Здесь отщелкаем. Раз, два. И, в принципе, все. Сиденье вытянули. Сюда там расстелили матрас. Матрас или что вам надо. Можете спать, можете возить себе картошку, девчонок, кого хотите. Защелкнули. Тут еще, кстати, можно раз такую ручечку подставить. Как она ставится? Вот так сюда. Раз. Поставили. Защелкнули. Все, сюда там. Все вам нужно на какой-то груз. Положили, поставили. Отщелкиваем. Положим на место. Ставим. Все. Раз, раз, раз. У вас, короче, такой универсальный автомобиль. Перед тем, как я сяду, здесь есть также такие схованки. Как это назвать по-нашему. Отсеки. Минимальные грузовые отсеки. Сюда можно, хотите, что хотите. Сигареты, яйца. Можно сюда положить. Какие-то. По месту. Напоминаю, у меня сто, восемьдесят, восемьдесят, шесть сантиметров роста. Здесь нужно, правда, поднять, потому что спину неприятно. Все, подняли. Сидится, в принципе, комфортно. Спереди тоже высокий человек, как я, ростом. То есть, ну, здесь на ноги реально хватает места, удобно. Захотели, кофеечка, чаечка, пахало, что-то, налили себе чаечек, покушали, закрыли. Удобно, удобно весьма. Не знаю, конечно, как здесь с тремя пассажирами, такими, как я, но думаю, что, в принципе, достаточно. Ну, здесь, правда, вот это сидение на максимум выдвинуто. Тут еще человек комфортнее сидит, чем водитель. Но места адекватно, хватает. Здесь у нас находится такой климат-контроль мануальный, ручной, не электрический, маленький такой, на термос там, или еще на чай, для как раз среднего пассажира, потому что у двоих боковых есть столики. Поэтому для среднего пассажира тоже о нем подумали. Также здесь имеем такое отверстие, резетку на 12 вольт. Вот, хотите там зарядочку, что хотите, можете подключить. Также здесь у нас находятся ISO-фиксы для детей. Захотели себе креселка, поместили и спокойно с ребенком катаетесь. То есть, ну, места действительно хватает. Над головой у меня тоже здесь еще сколько, сантиметров 5, наверное, тоже, в принципе, есть. Ну что, переходим к багажнику. Вот такой багажник мы здесь имеем. Сразу скажу, ну, реально большой. Реально большой. Машина тоже, в принципе, немаленькая. Багажник большой. Здесь у нас отделы такие на какие-то маленькие вещи. Может, какую-то отвертку там, гайки, болтики. Ну, я не знаю. Это я в BMW вожу. Такое всякое дело. Даже набор вместе. Ну, возможно, водителям Volkswagen это не нужно с собой возить. Резеточка раз. Здесь у нас имеется аптечка там всякие. Можно сюда положить. Жидкости. Жидкости, не жидкости. Так, это у нас, ну, ремень безопасности, который для левого или для среднего, скорее всего, для среднего пассажира. Тут у нас также можно поставить шторку. Шторки у нас нету, но здесь ее поставить можно. Под ковриком имеем мы вот такое вот место для набора. Для набора, либо же, скорее всего, докатки, потому что запаска сюда не влезет. Места здесь у нас немного. Это стандартный штатный набор. Находится здесь много всего. Интересно, что тоже находится компрессор. Так что, если у вас спустило колесо, можно вытянуть отсюда компрессор, накачать и доехать до ближайшего пункта, в котором вам помогут. Вот, в принципе, особо здесь больше ничего. Ну, места реально, реально, ну, хватает. На какой-то пикничок там посидеть. Если вы один, покушать один. Если вы вдвоем, вдвоем. В общем, места действительно хватает. Здесь у нас находится треугольник. Треугольник, две ручки. Ну, и, в принципе, здесь больше ничего. Что тут у нас? Это у нас... А, это у нас просто такая за... Кстати, здесь, по-моему, находится специальный такой крючок, чтобы отщелкнуть изнутри багажник, открыть его. Изнутри. Здесь у нас находится доступ к фарам. Отщелкивайте, и есть у вас доступ. В принципе, здесь у нас все. Переходим к тест-драйву. Так, ребята, начнем с шумоизоляцией. Шумоизоляция достойная. Не слышно, что происходит снаружи. Двигатель, в принципе... Ну, так, немножко, немножко слышно. Рулежка приятная, удобная, мягкая, плавная. Вот я вот... Ну, мне нравится держаться за этот руль. Красивый, приятный. Единственное, что здесь не хватает кнопочек. Кнопочек на руле. А так, все, все плавно, мягенько, сцепление нажимается. Так, ну, приятно. Газ, все, мягенько. Ну, чувствуется, качество здесь чувствуется, реально. Ну, то есть, Volkswagen на уровне. Поворотничек. А, звук, звук очень приятный поворотника. Такой мягкий, слух не режет. Прям такой утонченный, утонченный, я бы сказал. В принципе, сама машина такая, ну, не деревянная, а такая вот приятная, утонченная. Большое место, места, места хватает. Я думаю, для семьи, для вот таких поездок, там, на шашлычки, может быть, на дальнее расстояние, автомобиль идеальный. Про расход. Почему он идеальный? Расход шикарный. Если ехать 90 километров в час, машина будет употреблять порядка 3,5 литров на 100 километров. Ну, представьте себе, 3,5 литра. Это шикарнейший расход. По городу это примерно, сколько, 6, да? 6,5? До 7 литров. До 7 литров по городу. Если в трассе ехать немножко быстрее, там, 120 километров в час, то примерный расход это 5 литров, да? Да. 5 литров. Если ехать со скоростью около 120 километров в час. Также подключили себе круиз-контроль. Все, сели, расслабились, кофеечек, чаечек. Очень даже достойно. Обзор здесь большой. Окна большие, широкие. Видно все. Сейчас мы выезжаем на АттоСтраду. Здесь посмотрим, как машина себя ведет при скоростях побольше. Хочу сказать, что приборная панель мне очень нравится. Ну, вообще, я любитель, там, красно-белых цветов. У меня BMW тоже так сделано. Audi, Volkswagen. Ну, очень-очень-очень приятно смотреть на приборную панель. Также здесь можно посмотреть, сколько вам осталось. расход в данный момент, сколько еще проедете, средний расход, что здесь еще температуру. В общем, шло 640 еще машина может проехать на топливе. Ну, очень-очень приятно. Приятно смотреть. Нажимать тоже на кнопочку. Приятно. Качество здесь ощущается. Так, переходим на шестую передачу. На шестую передачу. Едем уже 120. Вот, например, сейчас мы едем 120. Включаем круиз-контроль. Смотрим, сколько у нас машина на данный момент употребляет. Сколько у нас? 6,5, да? 6,5, но это мы еще едем немножко на горку. Вот сейчас мы заезжаем на горку. Сейчас 7,7. Да? По шумоизоляции. В принципе, комфортно, достойно. Ведет себя машина по шумоизоляции, потому что я чувствую комфорт в ушах, так скажем. Ничего мне не раздражает, не надоедает. По поводу динамики и разгона. Здесь, конечно, много сказать нельзя, потому что машина сама по себе весит немало. Там за 2 тонны, да? За 2 тонны 1,6 дизель. Ну, маловато немножко для такой машины, чтобы ездить динамически. Так что здесь у нас, в принципе, соотношение комфорта, соотношение цены, качества. Очень даже неплохое. Вот, по разгону. Газ в пол. Турбинка включилась. Даже, в принципе, ощущается, что машина набирает обороты. Ощущается. Турбина работает. Работает хорошо. Ну, мне лично, вот, ну, Volkswagen мне реально, ну, нравится. Хватает ли здесь мотора 1,6? Если вы ездите чисто, вот, вам нужно передвигаться там по городу, какие-то короткие дистанции, то, в принципе, 1,6 хватает. Если вы там не любитель тоже динамичной езды, обгонять их и так дальше, то, ну, хороший, адекватный вариант, расход шикарный. Если вы ездите часто на дальнее расстояние, и ваша там скорость, любите ездить 150-160 км в час, то, скорее всего, нужно брать двухлитровый дизель. Чтобы быстрее обгонять, быстрее ездить, двухлитровый дизель будет, вот, как раз, тоже очень даже неплохим вариантом. А так, владелец полностью доволен. 1,6 дизель устраивает на все 100%. Итак, переходим к заключению. На расходнике данный аппарат взял 300 баксов. По желанию владельца, также было заменено радио на андроид. На это ушло 500 баксов. За год владения, вот такие цифры вы наблюдаете. В остальном, в принципе, все в порядке, и ничего не предвещает беды. Сейчас видео закончится, человек проедет 10 тысяч еще и все, накроется. Ладно, шучу, такого не будет. Суть-вот, фу, дерева нет. В общем, что я могу, мое мнение по этому автомобилю. Мне машина, ну, очень понравилась. Если бы у меня была семья, я бы точно рассматривал такой аппарат. Пока я молодой, меня интересуют более, более динамичные автомобили и что-то вот в таком стиле. Но, реально, качество, то, как оно сделано, материалы на ощупь, на звук, мне лично очень понравилось. Напишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу данного автомобиля. Вид внешний, все это, ну, достойно. Место тоже, все четко. Машина была куплена за, на данный момент, 7 900 тысяч долларов. Потому что она покупалась в злотых, там, ну, курс на данный момент выносит 7 900 тысяч долларов. Это не есть high price, не есть высокая цена, не есть низкая цена, это что-то среднее. Попался хороший вариант, поэтому в него не нужно влаживать космические деньги. Расходники и пока что все нормально. На этом наше видео подходит к концу. Обязательно ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Комментарии, ваше мнение, что они сказали, что они увидели. Напишите обязательно, вышлите видео друзьям и увидимся в следующих выпусках. Вы были на канале Поршень покинул чат. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok